В середине июня в швейцарском Бюргенштоке пройдет так называемая мирная конференция. Саммит еще не начался, а его уже окрестили провальным. Это развод. С вами Светлана Смык. Добрый день. Международный саммит и инициатива Владимира Зеленского, посвященная формуле мира Украины. Зеленский собирался продемонстрировать единство мирового сообщества в поддержке Киева и заставить Россию согласиться на признание поражения в специальной военной операции и вывод своих войск. По информации российского МИДа, Зеленский лично звонил лидерам стран СНГ и упрашивал приехать на встречу. Искал поддержку у наследного принца Саудовской Аравии, потом обиделся на Китай за то, что тот якобы не дает другим участвовать в собрании и совсем отчаялся, когда о своем отказе сообщил Джо Байден. Одним словом, на саммите не будет крупнейших стран, которыми представлена большая половина всего мирового населения. Они попросту не хотят быть пешками на арене политических интриг. В Швейцарию не поедет Бразилия, ЮАР, Индия, не будет там и Беларусь. Зато своего представителя отправит Австралия. Киев настойчиво просил, чтобы это был премьер-министр страны Энтони Альбанезен. Но вместо него Австралию представит министр национальной системы страхования по инвалидности Билл Шортон. Мы, очевидно, считаем, что уровень представительства является подходящим, отметил австралийский сенатор Вонг. Чем ниже ранг присутствующих, тем ниже уровень проводимого мероприятия. Таким образом, заявленный саммит мира превращается в очередное проходное шоу, которое не принесет никаких прорывных решений. И это все прекрасно понимают.